Вот, с Алисей я знаком, вижу вообще, по-моему, второй раз, да, на премию мы увиделись. Вот, ну мы переписывались уже, и я восхищен тем, как эта милая девушка ведет, в принципе, свой бизнес. Насколько она с любовью и с огоньком в глазах передает. Кто видел ее в видеоролике? Фантастик. Так, пользуясь случаем, запишите, пожалуйста, мой инстаграм. Сейчас я хочу передать слово Алисе. Алисе, человек, который сделал очень быстрый результат, быстрый, но качественный. Бывают результаты быстрые, но которые идут потом в регресс. Это человек, который работает системно, который понимает то, что мы сейчас с вами говорим. Она это приняла, она это делает, и она это знает, потому что уже использовала в своей работе. Я сейчас ей даю слово, и она проговорит, что такое запустить человека. Я хочу, чтобы вы услышали меня, это процесс запуска новичка, это процесс, это не в один день произойдет. Но мы должны сами внести в нашу систему работы такую штуку, как первая встреча, спонсор и новый дистрибьютор. И вот вы на этой встрече должны с ним проговорить определенные вещи, которые потом он будет также делать со своими новичками. Все, передаю слово Алисе. Для чего вообще нужна система? Начнем с того, что любая организация существует тогда, когда есть система, когда есть порядок. Когда будет, например, порядок дома? Если каждый знает, что он взял тапки, сюда он их же и поставил. А если один тапочек там, другой там, разбросал, разбросал, порядка никогда не будет. Вот так же и у нас. Когда будет порядок среди людей, у нас будет четко существовать система. Скажите, у кого было такое, что вот люди появляются, появляются, вроде есть результат, а потом бах, и не знают, что делать? У меня было такое. Я не стесняюсь об этом сказать, да, может быть, тяжело признаться, бывает себе этому, но для этого и существуют эти тренинги, чтобы мы могли вовремя себя подкорректировать, да. Потому что Саша правильно сказал, мне нужно не количество, мне нужно качество. Но так как я приняла для себя решение действовать и начала делать это быстро и количеством, я дальше понимала, что дальше. То есть с новичком одновременно работать легко, потому что у него глаза горят, идут продажи, ему нравится продукт, и одновременно сложно, потому что сложно удержать на этом этапе, да. И тогда нам помогает система. То есть когда человек понимает, что если я буду делать там 4 простых шага, и у меня это будут делать следующие, это и есть система, да. То есть основная наша задача как спонсора – давать информацию, познакомить с товаром, научить рекомендовать продукт, научить приглашать и включить в систему обучения, чтобы это заработало на глубину. Потому что когда у нас есть 5 человек, нам кажется, да что, мне трудно там, я из-за него встречу проведу, из-за него. Но у меня в первой линии 110 человек. Как вы думаете, как, например, вообще в глубину могу я когда-то? Все наоборот. Поэтому мы обучаем первую линию, она публицирует нас как на волне. На море были все, и знаете, как легко лежать на волне, да. Но чтобы было легко лежать, нужно сначала проделать работу. Для начала нужно понимать, кто такой спонсор. Многие люди заблуждаются, приходя в бизнес и говорят, а, ну ты мой спонсор, давай, запускай мне. То есть есть, я даю четкое понятие, что спонсор – это не тот человек, который спонсирует ваш бизнес, да, там, дизайнами помогает. Спонсор – это наставник, который при вашем желании, он может вам помочь. Но есть и другие спонсоры, которые говорят, все, я тебя привел в бизнес, я твой спонсор, давай делай. Вот и тот вариант, и тот вариант, они одинаково неправильны, да. Есть понятие «спонсор по факту», а есть понятие «активный спонсор». Поэтому всегда я, когда человек приходит, я его знакомлю с вышестоящими спонсорами, да. Бывают такие ситуации, что мы не слышим по какой-то причине друг друга, да. Вот, например, тебе скажу, что меня никто не запускал в бизнес, не было такого, что мне что-то дали, какую-то систему, я пошла делать. Ты для себя увидела результат, картинку, я пошла. То есть не знала я что-то о продукции, я дергала там, я говорила, дай мне руку визитницу, дай мне папку. Были какие-то вопросы по работе там в онлайн, да, я звонила Артему Тимофееву, дергала их постоянно. Дергала же? Еще как. Еще как. Но тот, кто дергает, у того есть результат. Бывает так, что повезло и все. Да, любой результат – это проделанная работа. Поэтому чаще дергайте своих спонсоров, у вас будет результат. Понимаете, да? И бывает такое, что от вас, вы вроде говорите то же самое, а человек услышал от другого и говорит, о, вот, оказывается, я же тебе это говорила. С пятого раза дошло от другого. Поэтому всегда люди должны знать вышестоящую линию. Должны быть основные моменты, которые человек должен понимать, что он конкретно должен делать, да. Первое, что мы должны познакомить человека с нашим сайтом, да, о плане я сказала, помочь составить первый заказ, показать, как работает кабинет. Мне иногда говорят люди, что, ну ты можешь меня оформить? Могу, но вопрос, когда ты начнешь оформлять, как ты будешь это делать, да. Поэтому неважно, есть у человека опыт, нет у человека опыта, взяли и первую встречу прямо вот от и до показали. Даже сейчас, если у вас есть люди, которые там месяц-два в структуре, сделайте с ними это замок. Возможно, он это не знает, да. И бывает так часто, что не каждый пойдет и будет прорываться, чтобы найти информацию. Скорее человек от этого отвалится. Но зачем его отваливать, когда есть система, да, когда он четко будет знать, я делаю раз, два, три, четыре, пять, и у меня это работает, да. Заказ оформили, познакомились с бизнес-планом, очень много возникает вопросов, откуда именно, да, берутся деньги. Но об этом Александр очень много тоже говорил. Планирование работы. Вот это очень важно. Договориться на первой встрече с человеком, что ты готов делать, сколько времени ты готов этому посвящать, для чего? Для того, чтобы мне понимать, да. То есть я и вы, как спонсор активный, вы должны понимать, в кого мы вкладываем время из всей силы. Мне иногда говорят, что ну да, я оформлюсь, посмотрю, как ты будешь работать, а потом, может быть, тоже, да. А зачем мне работать там за тебя, да. То есть 80% усилий мы вкладываем в активных. И для этого мы договариваемся с человеком. Давай, мы делаем то-то, то-то, то-то. Пройдет неделя, мы с тобой посмотрим, да, по результату. Но я это делаю не с целью, чтобы проконтролировать это. Я объясняю, что это нужно для тебя, для твоего результата. У меня это и так получается, да. Но я готова, как твой наставник, это сделать. Поэтому проговорили, чтобы человек мог, чтобы он понимал, каким путем он получит этот результат. А вы своевременно можете его куда-то направить, да, если у него вдруг не получается. Всегда мы можем откорректировать, да, для этого есть планирование. Неделя вторая, третья, четвертая. У меня всегда запланирована много квалификации, происходит 15-20 числа. А дальше у меня время на рост. Вот, я не вмыли, да, что там в последний день добивать эти баллы. Попланирование, понятно, да, введение в систему рекрутинга. То есть про список тоже Вика очень подробно рассказала. Я акцентирую момент на то, как я преподношу важность списка, да. То есть люди – это наши инвестиции в бизнес. Когда мне говорят, ой, у меня нету там, мало у меня знакомых. Я говорю, представь, что каждый человек – это тысяча рублей, вложенных в твой бизнес. Соответственно, нет людей, ищем. 20 контактов в день – это 20 тысяч рублей в день инвестиций. Хорошо? Хорошо. Для новичка самое страшное – это отказы, да. Для этого я всегда первые встречи провожу вместе. И показываю, что мне тоже отказывают. Вот мы летели в самолете, и там, ну, рядом сидели мужчины, стояли, спрашивали, куда вы едете, а зачем? Ну, я как бы рассказала, и даю свою визитку. Представляете, мне первый раз в жизни вернули визитку. Он так почитал, посмотрел, говорит, возьмите обратно. Думаете, я расстроилась? Я его поблагодарила, что он не выкинул ее, да, потому что это мои вложенные деньги, но я абсолютно не расстроилась. То есть я что делаю? Я иду и дальше ищу. Точно так же и мы берем новичка, да, как можно искать единомышленников. Сейчас прям быстрый пример. Саша, ты духи любишь? Да. Да, со мной пойдем. Ну, например, да, там встала. Духи любите? Да. Духи любите? Скажите кто-нибудь «нет». Нет. Духи любите? Нет. Нет. Сколько вы получаете? Вас устраивает сегодня доход? Нет. Хотели бы увеличить? Да. Да, вам с нами. Вас устраивает сегодняшний у нас доход? Нет. Нет, отлично. Духи любите? А вы духи любите? Нет. То есть я отобрала людей, видите, да, сказали кто-то «да», кто-то «нет». Я отобрала тех, кто сказал «да», и дальше начала их запускать. И очень важно еще после презентации, да, все мы проводим аромовечера, презентации. Часто привели людей, а потом тоже что делать, да? Здесь важно очень первое время работать на взаимопиаре. Взаимопиар спонсора и человека, который пригласил новичка. Потому что первое время у вас нет результата, но есть результат у вашего спонсора, да, человека, за которым вы идете. Поэтому тоже люблю примеры. Ну, например, Саша, давай ты будешь мой спонсор, а вы будете мой новичок. Идемте. Прошла встреча, прошла презентация. Как вас зовут? Камила. Камила. Закончилась презентация. Камил, идем я тебе познакомлюсь со своим спонсором. Это Александра. Это человек, который заразил меня идеей той компании, в которой сейчас развиваюсь. Это мой маячок, она профессионал своего дела. Саша, хотела тебе представить Камилу. Камила, это мой печок, который сегодня был. Она прослушала информацию, в принципе, ей понравилось, наверняка, но есть очень много вопросов. Привет. Привет. Мы сейчас вот 2 часа убегаем, но я очень рада буду тебе передать информацию, ответить на все твои вопросы. Я знаю, что они у тебя есть. Давай мы с тобой договоримся о встрече. Хорошо. И все, я с тобой встречу. Все, повторная встреча. Повторная встреча назначена, да? Просто это делать? Да. Нельзя вторую встречу назначить, мне помог спонсор. А еще очень классно про спонсор рассказать, пока с Камилой для меня идет. Чтобы не устраивать, если фирам не бывает, это неудобно. Особенно новичок бывает раз, и можно потом... Ну, это самое, и обычно, когда... Или вот вам подсказка, если ваш новичок подвел вам человека, и вы чувствуете, что он про вас говорит, а вот гость стоит, у него там вскипает все вокруг. Можно мягко сказать просто, да, не слушайте, я там обычный там, не знаю, учитель, я обычный там, да, что это, да. То есть немножко опуститься, потому что иногда в вас новичок там уже все вскипает. Ну, в принципе, как бы, да, это вообще вот такая взлева. Отлично, спасибо. И дальше важно научить ваших партнеров, чтобы они делали то же самое, да, про волну я вам уже сказала. И прям буквально еще вернусь к моменту того, что мы должны с людей требовать то, что делаем сами. Нельзя никогда человеку сказать, продай 20 флаконов, если ты сам никогда этого не делал. Ты можешь не продавать, можешь не рекрутировать, но тогда нужно признаться себе, что ты ушел на сетевую пенсию. Ты пенсионер. Ты имеешь на это право, но тогда нужно человеку предложить, допустим, активного, да, спонсора. И по поводу, где-то тоже был пункт онлайн, да, дубликации, как бы про это много говорят, я просто прям чуть-чуть остановлюсь на своем примере, что я записываю видео, да, кто-то говорит, ну, конечно, она так вот легко поговорит, я так не умею. Я когда-то не умела ходить. То есть, Саша, не бойся, начинай, я к чему, что тоже новичку важно понять, что это делать просто. Я сейчас просто беру партнеров, ставлю камеру, говорю, давай, говори. Экает, бекает, заикается, но потом обрабатывается ролик, он выкладывается, он смотрит, говорит, круто. Это что, так бывает, да? Это я. Это я? Я говорю, как тебе со стороны, да? Или там, ой, я боюсь начать, у меня там прыщик на лице, или у меня там улыбка кривая. Вот скажите, кто смотрит мои ролики, был кому-то полезный, это дало результат? Да. Скажите, вам имеют значение, как я выгляжу? Нет. Какой у меня цвет помады? Располагает, что он хороший, близкий человек, какой-то он слизиста светом. Не очень волосная. Простота, да? То есть кто-то смотрит и думает, а я же такая же мама, в декрете, у меня так же дети там улыбки, я так же с ними на каток хожу, еще куда-то, да? И людям по большей степени, вот кто хочет действительно результат, вообще по барабану, идет мне помада, мне идет, там, прическа у меня или нет, но находятся те, кто критикуют, они всегда будут критиковать. Это люди-утки, которые крякают, говорят, но ничего при этом не делают. И мне сейчас, ну, ей повезло, у нее много городов, потому что она же в интернете. И по безболнии, у мужа, с которым у меня кролики делали. Да, у меня пришло такой момент. А то, что я проделала какую-то работу, я начала это делать, как мне это было сложно, как мне было сложно, например, того же мужа убедить мне начать помогать. С чего я тебе должен помогать? Но именно после вот этой вот системы запуска в бизнес активно пришел мой муж. То есть мы понимали, что есть много людей, надо что-то внедрять, как бы было в мыслях. И тут как раз форум активных партнеров в Ужевске. Я говорю, слушай, поехали съездим, вроде как и развеемся. Он говорит, ну, поехали. Я говорю, ну ты меня там поснимаешь так чуть-чуть. Началось, что поснимаем. И мы с ним только успевали. Вот так переглядывается, он мне вот так показывает. Ты представляешь, мы же это говорили, да. И после этой системы он сказал, так, все, начинаем делать грамотно, я подключаюсь в бизнес, и уже сейчас мы говорим, так, кто кого там обгоняет, он уже соревновался. То есть для нас все равно команда эта единая, да, но у нас как бы есть там два аккаунта, скажем так, в семье. Вот, поэтому и сейчас мне это дает какой результат? Вот вчера я на рейсе там опаздывала, я понимаю, что я наполовину опаздываю. В интернет вышла, а он пишет, друзья, мы запустили Казахстан, уже фотки выложим. Вот, работа, один плюс один равно одиннадцать. Поэтому, как еще говорят, если вы не можете заспонсировать свою вторую половину, как вы собираетесь спонсировать людей? Поэтому сила на силу дает больше результатов. Спасибо. С вами была Олеся Викторовна. Субьтесь, мои успешности не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры. Спасибо. Спасибо большое, у меня прям мурашки последние. Все, все. В общем, я даже больше слова не скажу. Все, молодец, все прекрасно, все супер. Друзья, благодарю вас за вот это вот время, проведенное вместе. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»